Это выступление, да? Да, очень-очень веселое, музыкальное, образное упражнение. А на ковре наша гостья Мария Трегубова, представительница Казахстана. Замечательно, что на этих соревнованиях мы можем увидеть выступления гимнасток из разных стран. Здесь представлены спортсменки 13 стран мира. Сейчас гимнастика сделала большой шаг в образах гимнасток. Это костюмы и их прически, и макияж. Посмотрите, как дополняет образ Марии. Небольшое украшение на прическе. Посмотрите, как выразительно она выступает, как она чувствует музыку. Причем выражает музыку не только движениями, еще и лицо. Группа «Крови на руках» Виктор Цо исполняет. Дмитрий Соловьев и Дарья Дубовик. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Мария Трегубова Очень душевное выступление. Даже мурашки побежали по коже. Мария Трегубова пока не трегали. У нее титул кандидата в мастера спорта. На крупных турнирах она пока не выступала. И только в этом году была допущена к выступлению за команду на чемпионате Республики Казахстан. Но уверены, что у нее все впереди. Мы видим, как тренер переживает за гимнастку. Как поддерживают ее подруги по команде. На самом деле это очень важно, когда зрители болеют. Когда гимнастки друг друга поддерживают. Все вы видели реакцию тренера Марии Трегубовой. Маш, я хочу спросить. Выступление под кавер великой песни Виктора Цоя. Мне кажется, что ко многому обязывает. Как вы выбирали музыку? Мне музыку подбирал тренер. Ну, мне, конечно же, понравилось. И очень насыщенная композиция получилась у нас. Но было ощущение, что вы действительно вместе с музыкой единое целое. И тренер очень довольный. Как прокомментируете выступление? Ну, я считаю, что все прошло вроде бы нормально, да. Эмоций много было. Каких больше? Позитеренных и таких более настроенных на... предмет и музыку. Ну, давайте поддержим. Лужники и вся Россия тоже поддерживает вас. Спасибо. Очень интересные турниры. Мы ждем ваших оценок. Вы справились. Маша, молодец. Пожалуйста. Оценка Марии Трегубовой. 29,85. Наши гости из Казахстана. Да, все девочки-гимнастки, конечно же, очень самокритичны. Никогда не скажешь, что я выступила на 100%. Я показала все, что могла. Всегда есть за что себя поругать. Всегда есть куда еще стремиться. А я за искренность перед камерой. После такого выступления роскошно это все выглядит. Молодцы. Да, иногда эмоции захлестывают гимнасток, и не получаются сложные элементы предмета. Здесь нужно какой-то держать особый баланс, чтобы и артистика не пострадала, и предмет не упал. Но в этом и заключается искусство спорта, искусство художественной гимнастики. Еще очень большое искусство после ошибки. Собраться и продолжить свое упражнение, как ни в чем не бывало. Некоторым гимнасткам это не удается. И все-таки эмоции негативные после потери. Проступают. Но Мария Трегубова продолжает зажигать, продолжает свое прекрасное упражнение с мячом. Очень интересный элемент предмета, отбив без помощи рук, без зрительного контроля. Мало кто его выполняет, так как траектория в этом элементе мяча очень непредсказуема. Нужно очень много повторять элемент, чтобы добиться стабильности. Прекрасный финал у Марии. А как встречает ее публика? Здесь очень много гимнасток из Казахстана. Во всех возрастных категориях, во всех видах гимнастики приехала большая делегация. И, конечно, это не без участия президента федерации художественной гимнастики Казахстана Алии Юсуповой. В прошлом, даже язык не поворачивается, в прошлом сказать. Великолепные гимнастки, финалистки двух олимпиад, а сейчас удачного администратора, болеющего душой по отзывам тренеров за свое дело. Я вижу смелый выбор больших поэток на твоем купальнике. Скажи, пожалуйста, насколько это удобно? Даже, если честно не знаю, но, скорее всего... Но не мешает? Нет. Но выглядит супер. Маш, ну я восхищаюсь мужеством, потому что после потери предмета, на самом деле, так собрать волю в кулак, закончить выступление. Как вообще, в принципе, удается на таком уровне собраться? Мы все ошибаемся, казалось бы, все потеряно, да? Но впечатление очень приятное от вашего выступления. Ну, несмотря на потерю, мне нужно было идти до конца. И собраться, в принципе, и забыть о том, что было. Получилось? Я считаю, что да. На ковре представительница Казахстана Мария Трегубова с булавами. Сложный бросок двумя параллельными булавами. Не так часто исполняют его гимнастки, так как он очень сложный в исполнении. И, более того, за отклонение от траектории параллельности булав тоже предусмотрена сбавка. Если одна булава вращается чуть быстрее или чуть амплитуднее, за это судьи тоже предусматривают сбавку. Очаровательная улыбка у Марии. Как сочетается музыкальное оформление с движениями гимнастки. Однако Мария не забывает включать в упражнение волны. Это обязательный компонент упражнения девочек художественной гимнастики. Обратите внимание, что Мария эмоционально исполняет не только движения между элементами, еще и во время элементов. Артистика. Бригады, судьи, артистики очень оценивают именно лицо, выражение лица. И, как говорила Алина Провоторова, вау-эффекты. Да вообще достаточно сложно, мне кажется, для постановщика, да и для воплощения самой гимнасткой рок-музыка и композиции под эти подобные ритмы. Да, на самом деле это сложно, потому что каждый акцент рок-музыки должен быть оформлен движением гимнастки, лицом. Ну и постановку сделать, да, действительно сложно, но еще сложнее отработать задуманное все так, как предполагалось при постановке, потому что многие нюансы возникают при отработке, и это большое искусство. Оценка Марии Трегубовой 30,65. 30,60. Арина Аверина. Трегубова из Казахстана. Упражнение с лентой. Это завершающий предмет программы, конечно, который очень важно исполнить без ошибок, чтобы получить удовольствие от соревнований, от выступлений. Очень надеемся, что всем гимнасткам удастся сделать то, на что они готовы, к чему они настроены, на что. Вот смотрите, как выразительно исполняет свое упражнение Мария. Известная песня певицы и композитора, поэтессы Татьяны Снежиной «Позови меня с собой». Да, здесь на лице у Марии нет улыбки, но тем не менее она своими движениями и выражением лица очень артистично выражает музыку. Как она чувствует. Мария Дрюбова. Ну, я там помню, что эта девушка еще не выступала на крупных соревнованиях ни внутри своей республики, ни на международных, тем более, так что для нее это премьера. И для премьеры я считаю, что она очень достойно выступила. Молодец. Мы видим исполнение «Риска», «Три вертолета», «Серия». Кстати, хочу сказать нашим телезрителям, что серия вращательных движений, если они выполняются в количестве трех, еще дает надбавку за серию, это две десятых, помимо других критериев, которые оцениваются в «Рисках». Мы видим судей, которые оценивают наших прекрасных гимнасток.